на закрытых границах, Алексей Шикулин, новое открытие при закрытых границах, тренер Татьяна Павлова. Так, и Алексей подключается. Павел, посмотрите, по моим подсчетам 3.2 должно быть. Добрый вечер, меня зовут Алексей, я путешественник. На протяжении примерно последних 15 лет я очень активно путешествую, вы знаете, каждый раз перед тем, как куда-то поехать, я стараюсь изучить то место, куда я еду. Ну, к примеру, я могу прочитать какую-то статью в интернете или посмотреть видео какого-нибудь блогера, который там был. Но бывает так, что у меня нет времени на это. А еще что хуже, бывает так, что ты прочитал какую-то информацию об этом месте, а выясняется, что оно совершенно другое. Приезжаешь туда и не узнаешь, просто я туда вообще приехал или нет. Это проблема. Вы знаете, на прошлой неделе я поехал в Сибирь, чтобы посмотреть на сибирские города. Города расположены не очень далеко друг от друга, несмотря на то, что это Сибирь. И поэтому я попробовал новый способ путешествия, путешествие автостопом. Почему я такой опытный путешественник никогда раньше не путешествовал автостопом? Да потому что, с одной стороны, я считал, что нет гарантии того, что я доберусь до того места, куда я еду. А с другой стороны, я всегда боялся, что появился какой-нибудь неадекватный водитель. Ну и зачем мне нужны эти приключения? Ну, я очень рад, что на деле все оказалось иначе. Это все мифы и предрассудки, вот то, что я сказал. Вот сами посудите. Как иначе я могу познакомиться с предпринимателем из Кузбасса, который владеет несколькими бизнесами, который рассказал мне, как это работать в Кузбассе с местными людьми, если бы он меня не подвез. Или, к примеру, случай, который произошел со мной, когда я ехал из Горного Алтая. Я познакомился с человеком, который всю жизнь жил в Нижнем Новгороде, и ему это очень надоело, и он решил куда-то переехать, где живописные места. Выбрал Горный Алтай, и теперь он там разводит пчел. В результате у него теперь огромная пасека, а я знаю все о разведении пчел, об изготовлении меда, потому что он мне все в деталях рассказал. Ну, вот, к примеру, вы знаете, что аллергия у людей на мед на самом деле не на мед, а на те медикаменты, которыми кормят пчел, чтобы они давали больше меда. А если мед выращен в хороших условиях, со здоровыми пчелами, то никакой аллергии у человека быть не может. Вот я не знал такого. Вообще, когда вы едете куда-то с кем-то по автостопу, вы волей и неволей разделяете тот мир, в котором этот человек живет. Это само по себе уже такое большое приключение, о котором можно, ну, как бы и не мечтаешь даже. В итоге, чем же так хорош автостоп? Прежде всего, это то, что вы из первых рук узнаете о том месте, куда вы едете. Никто это место не знает лучше того человека, который там живет. Во-вторых, это то, что качество вашего путешествия на порядок выше. У вас появляются новые истории, новые какие-то события, которые очень хорошо запоминаются, и их очень интересно кому-то рассказать. И, наконец, третье, немаловажное, это то, что это путешествие становится экономически выгодным. Когда вы путешествуете автостопом, вы не должны платить за передвижение. Поэтому, друзья, в следующий раз, когда вы куда-то поедете, в какое-то путешествие, попробуйте прокатиться автостопом. Я уверен, вам понравится. Спасибо за внимание. Спасибо.